Правоохранительные органы Турции задержали известного писателя Аднана Актара, а также членов его организации. Скандальную известность Актар приобрел в том числе и потому, что собирал вокруг себя красивых девушек, которых журналисты окрестили гуриями проповедника на Земле. Как сообщает спутник Азербайджан со ссылкой на портал Уриет, операция правоохранительных органов была проведена в Стамбуле, а также в пяти провинциях с привлечением вертолетов. Актар был задержан в своем доме в Стамбуле. При задержании сам писатель и его телохранители оказали сопротивление сотрудникам полиции. Ему было предъявлено обвинение в организации преступной группы, политическом и военном шпионаже, агрессивных действиях против малолетних детей. В настоящее время правоохранительные органы Турции приступили к операции по задержанию 235 членов организации Актара, подозреваемых в причастности к совершенным преступлениям. Аднан Актар, турецкий писатель, исламский креационист, известный публицист, часто цитируемый христианскими креационистскими ресурсами, под псевдонимом Коруна Яхья опубликовал около трех сотен книг, которые были переведены на 76 языков. Он также является автором большого числа статей по креационизму, политической и религиозной тематике. До последнего времени Актар вел активную деятельность, выступал на передачах на теле и радиоканалах Турции. В конце 90-х годов после ряда скандалов Турции стало известно, что Актар организовал преступную группу, в которую входили члены созданной им религиозной общины. Группа собирала информацию о высокопоставленных чиновниках для последующего шантажа. Впоследствии стало известно, что внутри самой группы царили разврат и беспутство. В 1990 году Актар был арестован. Ему было предъявлено обвинение в создании преступной группы с целью незаконного получения дохода. И оставался в заключении в течение 9 месяцев. В то время против Актара и его группы также была проведена крупномасштабная операция. Было задержано несколько десятков человек. Известно, что Актара постоянно окружали молодые женщины, которых он называл кошечками. У всех у них были светлые волосы, узкая талия, одинаковая форма лица и разрез глаз, выступающие скулы, пухлые бубы. Выяснилось, что женщинам пришлось пройти через пластические операции, чтобы получить идеальную с точки зрения лидера секту внешность. Не забудь подписаться на канал.